Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Биошок. Мы находимся около рыбозавода. В последней серии мы получили достаточно много эльшона. А теперь у нас все достаточно интересно, потому что товарищ, который нас сюда запустил, отбирает у нас все оружие. Такой поворот. Отлично просто. Так, теперь нам нужно поставить... Это пусть остается. Сюда мы поставим сжигание. Сюда поставим зимнюю стужу. Вот у нас будет три боевых плазмида. Ну и в принципе окей. Я думаю, это будет плохо, потому что в последней серии все было плохо. И теперь тоже будет примерно так же. Так, новый тоник. Ну, окей. Сюда. Мы его так не использовали ни разу. То он не пригодится мне особо. Хорошо, что? Давайте начинать. Я уже чувствую, каким геморроем это все обернется. И кто воет вообще? Если раньше в игре было жидковато, то теперь просто неуютно. Это пипец. Что я буду делать? Вот теперь совсем попец. Уже просто без вариантов. Пожалуйста, продолжай на распродавку. Сказал, что скоро вернется обратно. Ты дьявол ему в ответ. Ну, конечно, мистер Фонтейн. Я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах. А теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть... Нету, да. Окей. Подожди. Вот сейчас мне пригодится вздох. Давай, помогай. Блин. Не помешал бы мне, конечно, телекинез. Хорошо, давай, давай по-быстрому. Вместо, скажем, ледяного мы поставим телекинез, потому что он, как видите, кидается всякими бяками. Это какая-то совсем не разберега идет. Да. Не то кидаешься. Блин, просто нет слов. Ну вот... Зачем? Лечись, лечись давай. Просто полный пипец. Вот эту штуку надо тоже сломать. Пожалуй. Если я смогу, конечно. Да, ну... Ладно, все. Никаких больше. Это просто насилие. Как ты мог? Кидай. Кто тебя послал? Парчивайся от меня, да? Оно мать. Что, и с пистолетом? Я не совсем понимаю, что происходит. Это же какой-то... Привет просто. Зачем? Зачем? Зачем так сделать в игре? Давай, ломай. Убей, убей его. Да, япону мать. Вы что, издеваетесь, что ли? Дайте мне его. Куда она его сделала? Охереть просто. Ох... Не, ну это нормально? Нет вообще. Я не знаю. Настолько убого было. Ладно, пойдем. Все у нас получится. Я просто не люблю, когда в играх что-то сделано через жопу. А здесь через жопу сделана боевая система целиком и полностью. И не надо мне там заливать про геймпад и словомышь. Она не в этом смысле. В том смысле, что неэргономичное управление сделано в целом. Если ты играть там, я не знаю, на шлеме виртуальной реальности, ты сильно будешь ощущать дискомфорт от того, как тут все происходит. Да, временами игры и меня вводят тоже. Ну, что поделать. Ох, я запрыгнул. Ну, давай. Давай уж че. Ну, вот сейчас есть так подумать. Почему бы не сходить, не взять свои патроны? А, все, успокоились. Все будет хорошо. Все, растопим сразу. Окей. И окей. Не трогай ее! Трус! Не обрец! Так, короче говоря, там кто-то есть, поэтому пойдем туда, познакомимся. Пистолетик. Хорошо. Два патрона. Охо! Да, вот такую репешку. Домой. Ну, в холодильник. Это просто был пипец. Так, что тут? Есть кто? Нет, никто. Хорошо. Вот. Это уже по-нашему. С той стороны тоже, по-моему, что-то лежало. Надо будет туда заглянуть потом. Сейчас пока просто охлаждаемся жизнью. О, сколько денежков. Как авторекламе. МММ. Куплю жене сапоги. Так, ну все с этой стороны. Окей. Блин, да чего же охренительная игра? Не учитывая того, что она, конечно, корявая. Ну, это, по-моему, первый опыт Irrational Games в жанре 3D-шутера со времен System Shock 2, который вышел вообще там незапамятная времена, еще когда динозавры ходили. И поэтому, то, что они маленько отстали от жизни в этом плане, ничего удивительного. Био-шок Infinite, они уже как бы реабилитировались по полной программе. Удала. Им все можно простить, просто за то, что предлагает эта игра в смысловом плане. Сколько тут всего? Здесь ничего? Ну, ладно. Давай сразу все подожжем. И подождем. Подождем и подождем. Потому что по-другому мы сейчас не пролезем. Все верно. Мда. Кого-то тут казнили таким образом, походу. Сигареты остались. Ну, неплохо. Хорошо. Куда идем? Куда-то сюда, что ли? Блин, откуда они берутся вообще просто? Я хочу туда. А, боже. Ну, надеюсь, больше оружия отбирать не будут. Потому что это был кошмар. Сейчас будет месть страшная. Кровавая. А, ну, тут, значит, мести не будет. Ладно. О, это же, по-моему, улучшение оружия. Или нет? Все они держат меня под каблуком. Пипец. Патроны. Это всегда КТШ. Че у вас там происходит? Вот, наконец-то. Сейчас мы будем свой Томми Ган Убойная сила. А, мы можем только одно выпить, похоже. Я бы предпочел вот это вот. И вот это вот. Я думаю, вот это вот будет оптимально. Она покажется. Во, смотри, какое. Прикольно. Круто сделано. Вон оно, как сразу. Ощутимая разница. Давай. Сейчас поиграем в бейсбол. Иди сюда. Снова покосало. Ну да ладно. Ребята, я хочу выбраться из этих производственных помещений. Потому что я во всех играх вообще ненавижу вот такие вот помещения. Мне нравятся именно места, где люди могли жить. Там именно интересно находиться. То есть такие помещения, как правило, выписаны гораздо более правдоподобно, чем всякие склады. И поэтому эффект присутствия на них серьезно так повышается. Так. Окей. Неплохо. Автовзломчик дали. Все, окупилось. Так. Ну тут я не думаю, что что-то хорошее будет. Фонтейн закручивает гайки. И даже двое выжимает с нас по 80% прибыли. А иначе грозится сдать нас рай. Ну если мы не заплатим. Суки-цы. Сэмми-Джи выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к Анстеблю. А на другой день Сэмми-Джи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или на виселицу. А если начать пузить, то кончим мы как сэмми-Джи. Должен же быть какой-то другой способ. Нормально. Ты не можешь все бросить. Фонтейна тыщит тебя. Эй, к черту Фонтейна. Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. Прикольно. Вы знаете, вот когда я был, находился в Биошок Инфинит, в его мире. Вернее, в его мирах. Я понимал, за что там страдают люди. Потому что то общество было насквозь прогнившим. И там именно народ был... Все было не таким, как кажется. То есть вроде сверху так, снаружи все красиво, беленько. Но внутри общество просто было наглухо прогнившим. Все люди были лицемерными сволочами. Когда там начался вот этот вот подконечный бедлам, ты уже просто думал, так вам и надо. Здесь же, по большей части, я, честно говоря, такого вообще не вижу. Здесь просто бедные люди, которые пострадали из-за войны за власть двух идиотов Эндрю Райана и Фонтейна. Я не могу сказать, что здесь люди плохие. Отлично. Дальше плыть будет легко. А я встречу тебя на месте. Что вы вообще думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Вы и так, конечно, активно обсуждаете эту игру. Временами попадают спойлеры. Но я, к счастью, их не читаю, потому что этим занимается мой модератор. Но, в принципе, интересные темы иногда бывают. То есть я почитаю иногда. И там прям такое напишут, что, блин, все-таки игра крайне многослойная. Интересно проходить ее именно не одному, а вот так вот на канале с людьми. То есть каждый человек составляет свое мнение о происходящем, высказывает его. идут споры и как-то, блин, это все настолько захватывает, что временами там по часу, по два сидишь, считаешь комментарии. Тихо. Что это было? Воздрогнул. Но слабенько. И слава богу. Так, ну, с одной стороны, меня радует, что мы выбрались из тех скучных мест. Я рядом с бухтой субмарин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Хорошо, Атлас. Я думаю, сейчас мы тебе поможем. И, скорее всего, будет какая-то подстава, потому что я ему не верю. Слишком уж он положительный. Так, спокойная. Плазмиды. Менять я не буду. Зачем мне это? У меня все самое-самое стоит. О, так, винишко. Бульк. Пускай у меня все равно там что-то отнимается. Хорошо. Так, ай, кто там был? Давай выходи. Ладно. Кошмар. Что? Пневмо. А, понятно. Есть кто? У-у-у. Спокойно. Еще шевелишься? Окей. Все. Готово. Так, она сейчас не сдетонирует. Случаем. Это было бы печально. Ух ты. Что за щель? Ничего, наш герой чипсы поесть. Круг такой стоит. Мы все сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота. А наша такая с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Кушь, тушь, все равно некуда. Это походу как раз когда начало все это рушиться уже. Ого. Нажми на кнопку там в будке управления. И впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Сейчас. Есть кто? Ты развлекся, но теперь довольна. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Нашелся. С врагами. А ты что, со мной как с другом, что ли, поступал? Помните, когда вначале так вошли, он нас натравил просто толпу этих уродов. Так что, Райан. Nope. Окнуть. Кто-то вышел. Надеюсь, обратно не будет входить. Так, тихо. Мне что-то кажется, что постоянно кто-то... То ли звуки такие. Кто-то ползает вокруг меня. Это у меня уже, похоже, паранойя с этими хоррорами, со всеми. Не, ну игру все-таки вот не назовешь хоррором. Но, блин, атмосфера-то атмосферы такой. Я что-то не припомнил. Своеобразная такая вещь. Сейчас мы тебя нажмем, но сначала мы осмотримся, как обычно. Так, понятно. Мойра, ты меня слышишь? Рабаев! Это ты, что ли? Как тут так темно. Если бы твой друг был встанет наверх и увидит тебя, может, ты сумел бы его подоглядить? Если бы ты много что-то сделал... Они просто стоять тут и смотреть, как уны. Ну, пипец теперь. Что делать? Они подожди. Я не могу их держать. Я иду, иду. Иду, иду, иду. Давай, по-бырику, по-бырику. Да что со звуком? Япона, мать. Посмотри. Лицензия. Ты такая лицензия. Перегруппируйтесь. То есть, я думал, я тебя бегу спасать. Хорошо, сейчас, сейчас перегруппируемся. Валим, валим. А-а-а! А-а-а! Да, давай уже. Такой бежит и все равно успевает. Ох, япона, мать. Ты пробрался сюда, как наемный убийца. А затем выбираешься обратно в тихую, как вор. Ты не ЦРУшник. Так кто ты такой? Зачем ты сюда пришел? Есть два способа решить загадку. Дайти ответ или убрать ее совсем. Ну, пипец просто. Уехали. Атлас! Беги! Беги и проберись в Аркадию! Господи Иисусе! Да, приехали. Не, честное слово, вот на какой-то миг, несмотря на то, что я помню, что в игре все по-другому заканчивается, я все равно поверил, что мы выбираемся уже. Все, сейчас всплываем. Ах... Ах... Ветер дует! Понятно. Ну что, отлично выбрались. Что теперь делаем? Идем в Аркадию. Аркадия, это я так понимаю, достаточно красивое место. Меня радует, потому что эти последние производственные помещения, честно говоря, нагоняли проскупит своим видом. Но события, как вы знаете, зависит не от места действия, а сами по себе развиваются. В этом весь Райан дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможно. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно смеденный куну врат Рима. Даже воздух, которым ты дышишь, это я за ним оплачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Доберись до Батисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. Ну окей, пойдем, что. Ух ты. Попасть на станцию метро. Отлично. У вас тут под водой еще и метро есть что ли? Блин, у меня от такого поворота аж во рту пересохло. Где там мой чаек? Ах, так. Ну, я, честно говоря, понимал, что примерно так все и пойдет, но, блин, все-таки хотел сверить лучше. Давайте убираться. Это кладбище под водой. Это, получается, они создали такой, типа, купола под ним, насыпали земли и не устроили в тюрьму. Вот в тюрьму, говорю, ничего не слышу вообще. Кладбище. Так, тихо-тихо-тихо. Красиво. Пленочки. Ну, вообще супер. Офигеть. Чего ты ждешь, глупый? Это прекрасно. Братеечки, чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые призраки. Да уж, в восторге не жизнь, а сказка. Супер, че. Только этого не хватало. Может, тут есть кто-нибудь? Там сверху кто-то ходит, назовет помощь. Боже, кто-нибудь, помогите! Какой я устроил вечер, все готово. Цветы, бутылка вина, даже два билета в чайный сад. Ничто не делает девушек такими сговорчивыми, как вечер в Аркадии. А теперь надо только заехать в эконом, чтобы на всякий случай купить инжектор со стимулятором. Говорят, Арашелина, уже бывало в чайном саду. Отлично. Процедура возрастания увенчалась успехом. Моллюски в одиночку не производили достаточно Адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Моллюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам в 20, 30 раз больше пригодного к использованию Адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. А, так вот для чего они этих сестричек создали. Проблема была с носителями. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем в это, несомненно, приятное место. Тот-то морек, призраки ходят. Да сейчас поможем. В следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Аштур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok